итак друзья всем привет сегодня 19 февраля 2022 года сегодня друзья будет видео о том сделай это пчеловод и спи спокойно до облета наших пчел это дело в том что сейчас вторая половина зимовки идет и как правило наши семьи чувствует весну приход потепления наши клубы пчел начинает рассыпаться если посмотреть семьи открывая жнездо пчел и пчел рассыпались по всему улью ну скажем не только по всему улю фактически по улочкам от которой улочки пчела зимовала она разошлась по всей улочки ну где то есть и там крайние рамочки были не обсижены пчелой то там рамочки могут оставаться свободные и если заглянуть сейчас наши семьи то такое можно уже наблюдать и вот это видео будет касаться особенно молодых пчеловодов которые недавно завели пчел я так думаю еще и старые пчеловоды могут допускать ошибки кто-то так махнет рукой скажется но вы живет так вы живет нет нет и все и кто-то таким образом работает на своей пасеке да конечно если все сделать правильно с осени то порой смысла нет заглядывать 7 и пусть они зимуют и то выживет то выживет и как правило основная масса все пчелы выживает но бывает и порой что вроде бы все сделал правильно с осени обеспечил кормовыми запасами но семья погибла при вскрытии показывает то что семья погибла от голода почему это произошло тут конечно есть свои факторы вот допустим пчеловод с осени посмотрел все семьи сократил и чтоб добавить кормовые запасы где мало было кормов он начинает закармливать обильно там большими порциями давать и как правило пчела этот сироп забирает и утрамбовывать сверх гнездо и некоторые кормят там свои как бы методы кормления у кого-то части меда остается натуральный мед полнометный и дает как бы закармливание закармливание уже сиропом ну скажем так вот улья двенадцатирамочный убирается мало медные рамочки какие-то там лишние пожиматься гнездо и получается что внутри гнезда есть пустые ячейки и также обычно это делается когда после главного медосбора когда еще старая пчела не погибла она и здесь в улье и это пчела она как бы может помочь будущей пчели которая пойдет зиму вот этот сироп переработать уложить ячейки но что получается в этот период бывает сразу после медосбора где-то в центре гнезда может оказаться пару рамочек такие с неплохим еще расплодом печатным расплод еще не вышел расплод еще не вышел и вы начинаете давать такую большую дозу сиропа чтобы как бы под залили все там внутри гнезда и как бы это оправданно до заливается это все часть расплода может выйти не 5 его следаете вы сироп заливается но порой бывает так что вы дали эти обильные дозы сиропа и они разложили и где расплод печатных естественно пчела туда никак не может положить этот сироп не может дальнейшем что происходит вот этот вот расплод выходит и центр гнезда остается с пустыми ячейками и вот в центре гнезда на этих пару рамочка рамочек бывает нехватка кормовых запасов но если пчеловод еще перебирают потом в конце сезона там где-то формирует еще раз после закормки смотрит эти семьи там где-нибудь в конце сентября в начале октября перебирают если находит где-то маломедные рамочки то ставит там разрез полномедную рамку но не всегда такое бывает пчеловод закормил после медосбора и все как бы на этом дело закончилось и все с по весу или тяжелый свои корма и если так посчитать по кормовым запасам кормовых запасов должно хватить с лихвой на всю зимовку но где тут то было пчеловод поздней осени подошел к этим семью зная что он здесь хорошо подготовил закормил и все пчелосемьи пошли в зиму да этот метод работает как правило семьи зимуют хватает им кормов но не всем порой может хватить корма так как вот на этих двух рамочках которые находились в центре там кормовых запасов мало эти пчелы дошли до задней стенки в улочках закончился корм и пчела гибнет в тех улочках где корма закончились а чтобы такого не случилось если пчеловод не совсем уверен хватит не хватит этих кормовых запасов то сейчас когда начались вот эти вот оттепели можно вот открыть семью посмотреть да вы видите если по улочкам разбрелись эти пчелы то не терзайте себя если вы не знаете что у вас было осенью что и правильно что-то сделали особенно я говорю про начинающих пчеловодов будьте спокойны возьмите полнометную рамочку из запаса если таковая имеется либо в семье как правило если пчелы были по центру не знаю и может где-то с краю рамочка полнометная осталась достаньте эту рамочку положите сверху брусочки положите потом рамку плашмя на этот клуб сверху еще не забудьте положить брусочки и тогда уже закрыть положком утеплением и пчела она будет дальнейшем зимовать и вы будете как бы спокойны уже за эту пчелосемью что она у вас перезимует она будет поедать естественно корма снизу будет залазить и наверх брать корма это касается тех пчел которые оказались в тех улочках где было не так много корба и это вот ваши ребята спасение и спокойствие если сейчас вы положите рамочку сверху то можете как говорится спать спокойно до облета пчел но когда есть наши семьи облетятся тогда вы убираете все эти сверху рамочки смотрите гнездо убираете из центра то было медные какие-то рамки либо пустые уже ставите туда в центр хорошие рамочки с медом чтобы пчелы продолжали как бы брать мед но не забываем еще то что вот если вот я по своему региону бывает и такое что свои пчелосемьи я выставляю порой где-то после 20 марта выставлю на точек когда мы выставляем смотришь пчелы вроде все до живые вот такое раньше было сейчас конечно я делаю другие методы со своими пчелами я спокоен за них а вот выставишь вроде семьи живые все на точке потом проходит первой декаде апреля облет и ходишь смотришь как бы когда пчелы уже облетятся смотришь до наличие маток перезимуала детмат как из кормовые запасы и порой может встретиться такая семья которая осыпалась вот именно в тот период с 20 допустим марта и там в апреле кормов не хватило буквально не хватило кормов если была вот эта рамочка сверху то было бы без проблем почему ложить рамочку вот сейчас скажем вот во второй половине зимовки это вот сейчас февраль-барт месяц уже до подходе вот сейчас вот сейчас но не раньше не как там это некоторые дают дотации в январе это просто ну я не знаю это уж что за пчеловодство такое если пчеловод не заготовил не подготовился и пчелосемьи зиму ну такое бывает ну что сделаешь то естественно каждый по-своему пчеловодец кто-то может уезжает куда-то кто-то может заболел где подготовил себе тогда ладно это простительно борды это называется же спасение пчел от голода а сейчас вот эту вот дотацию можно дать также можно дать и сканди пусть как есть потому что если вы видите вот сейчас пришло потепление клубы распались и вы не можете заметить что там в этой семье у задней стенки кормовые запасы есть или нет тогда можете вот именно положить рамочку или как не вроде бы понятно вроде бы все но если сейчас вот в моем случае я вот если который себе зимует у меня на воле я вижу что пчелы ужались кормовые запасы есть но если попадется семья вот именно которая дошла до задней стенки и если я не уверен что им хватит кормов то естественно нужно положить им рамку в эту рамку для спокойствия и тогда ваша семья перезимует но надо говорить о том что если уж там было мало кормов если уж пройдет когда облет тогда уже контрольно проверить на кормовые запасы в семье то бывает облет пройдет допустим в апреле месяц а потом пять недели на две может быть прийти и какое-то похолодание пчелы будут сидеть в булье ужаться и ужаться не ужаться там уже вот у них расплод тогда уже вот поедание больше кормов вот это самое главное да я забыл еще это напомнить что вот сейчас при распаде наших клубов начиная от матка естественно первые яйца откладывать появляется какой-то небольшой у них расплод и семья сейчас начинают употреблять больше кормов ну были такие подсчеты если в зиму там в месяце там в декабре в январе там семья себе съедая допустим скажем так грубо скажем один килограмм это я говорю грубо один килограмм то сейчас в четыре раза это все увеличится поедание кормов она уже вот месяц в четыре килограмма употреблять меда потому что корма им нужны сейчас для того чтобы поднять нужную температуру в клубе чтобы там расплод у них воспитывался но не забывайте еще одно что сейчас во второй половине зимовки ваши семьи если раньше войдут состояние то это не есть конечно хорошо поддерживаете нужную температуру в зимовниках чтобы там была такая температура что пчелы не входили в активное состояние скажем так но если вошли то обязательно их контролируйте естественно поедание кормов уже будет в разы больше так что вроде бы все по кормовым запасам по рамочке дотации либо лепешки это можно выделить внимание вот сейчас в марте месяце но вот конец февраля и пойдемте сейчас я вам покажу семью которая в зимний период да одно единственной семье что-то мне не понравилось что-то видимо там шло не так я просто положил одну рамочку сверху что там с происходит я не знаю я дал дотацию посмотрим сейчас вместе сходим потачок вот и вот наша пчела семья эти крышка у нас сравнялась с осенним ульям под крышкой улья вентиляции была хорошая приподнята была крышка ну тут вентиляционные отверстия небольшие есть небольшая изморозь чуть-чуть вот тут сейчас снежок у меня подсыпался вот у нас рамка посмотрите о чем я говорил что пчела залезла сюда наверх на рамку но пчелы живы пчелы живы в общем тревожить я пчела семью не буду пчелы живы рамочки им понадобилось естественно если вас уж когда ложишь рамочку кверху есть не есть там у них кормовые запасы пчелы обязательно поднимутся к верху к этой рамочке рамочка и все равно вот скажем так ну провоцировать если ее положить раньше эту рамочку я положил в начале февраля наверное положил это как бы экспериментально но все равно не показалось что в этой семье кормов было маловато ну по тем всеми все говорить там вроде бы все было хорошо все нормально но в дальнейшем конечно я буду все показывать но тут рамочку они уже подъели подъели по возможности мне нужно эту рамочку в либо поменять на другую рамку с медом либо не тревожа пчелы приди сюда осторожно положить сверху вторую рамку и также положить брусочки наверх чтобы пчела опять же могла залазить на эту рамочку и брать кормовые запасы если этого ничего не делать то естественно в тех улочках где закончился корм пчела там просто погибнет а так если кто досмотрел мое видео до конца не забываем поддержать мой канал ставьте ребята лайки поддержите мой канал мне это будет приятно вам это не сложно но если кто не подписался подписывайтесь жмите обязательно внизу на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео на моем канале всем друзья пока и до новых встреч всем удачи пока пока